Так, поставил на запись. У меня будет, если что, дубль. Сейчас я расшарю экран, и мы начнем итоговую оценку работы выпускников 24 потока интенсива группы Оли Скляновой. Экран расшарил. Те, кто присоединился к трансляции, напишите в чатик, что вы присоединились. Так, кого я вижу? Income, TheFN, TheFN. Привет. Это кто? Егор Подгайский. Привет, видно и слышно. Шоп, Павел Демченко. Вижу. Кто еще? Кто еще? 14 зрителей. Я вас попросил отсортировать работы в порядке, согласно вашему списку. Что-то у нас тут нифига не отсортировано. Давайте-ка отсортируйте. Вот у нас группа тренера Ольги Скляновой. Ну, мне как бы не принципиально с кого начинать. Главное, чтобы я всех разобрал. Так, я буду сейчас ставить оценки за работы промо-страницы, интернет-магазин, два мобильных приложения, курсовая. Оценки буду ставить по шкале. Пять с плюсом, пять с минусом, четыре с минусом, четыре с минусом, три с плюсом, тройка и три с минусом. Ну, тройка у нас мало бывает. В основном вокруг пятерок и четверок с плюсом. Все вертится. Вот. Работу вы должны были закачать сюда под вашей фоткой. И все ваши работы, ваша группа, они должны быть после работы Марины Столовой. Альбом пересоздавать не надо, вы просто можете подвинуть альбом ваш. Ну, ладно, поехали, начинаем. Тогда после Марины Столовой у нас Юлия Новикова. Юлия Новикова. Где? Вот. Окей. Так, ну, напишите, пожалуйста, кто нас сейчас смотрит. Пишите, какой у вас город, который час и учились ли вы на 24-м потоке или нет. Если не учились, пишите, я новичок. Или я не учился. Ладно, я пока открываю. Так, инка. Брянск. Брянск. Самоучка. Чего у меня такой, блин, быстрый интернет сегодня вообще офигеть. Ну, ладно. Егор. Петрозаводск. Московское время. Очень хочется учиться. Ага. Ну, сегодня посмотришь результат, который можно делать. Елена. Я не успел доработать то, что выложил чуть раньше. Только курсовую. Не рассчитывала, что могут быть технические накладки в поездке за границу. Ну, есть что есть. Окей, посмотрим. Алексейский лов. МСК. Учусь. Так. Вижу. Знаю. Ну, ладно. Там кто-нибудь написал, напишите. Так. А это что за фигня? Почему у меня работа не прикреплена к документам? Сейчас еще раз обновлю. Так. Ну, нет. Что за фигня? Я не буду смотреть. Юля, если ты сейчас на связи, прикладывай в комментариях работу через прикрепить документ. Потому что, если я здесь открою оригинал, у меня будет хуже качество. Ладно, смотрим дальше. Так. Алексейский лов. Так. Вот. У Алексея все прикреплено. Круто. Поехали. Так. Промо-страница была про BMW. Тут сделали разных моделей. Вот у нас BMW M5. Всегда готов побеждать. Зима. Синий. Пасмурно. Вроде динамика есть. Потому что колеса крутятся. Ну, вроде как бы и не особо. Потому что из акцентных цветов. Тут типа синий. В M5 есть еще голубой. Красный можно было их тоже задействовать. Но получилось так весьма технологично по визуалу. Вот. Это, конечно, небольшой костючок. Но, тем не менее. Я просто говорю про эмоции, которые передает эта работа. Мне хватает динамики. Динамику можно задать еще и цветом в том числе. Ладно. Смотрим меню. Тут модели. Все, в принципе, понятно. M5 тыкаем. Ништяк. Смотрим. Узнать больше. Как будто не активная кнопка. Ну, да ладно. Фактоиды. Огонь. Композиция в целом норм. Потом здесь плитки с фотками. Фотки качественные. Плитки. В них верстка тоже ништяк. С отступами, с интерлинияжем. Все в порядке. Видосы на весь экран. Форма заявки аккуратная. Ну, как бы ничего против я сказать не могу. Этой работа. Поэтому она получает оценку 5 с минусом. По визуалу я уже сказал. Вот так. Мне тут нужно найти Алексея. Так. Нашел. Дальше. Так. У нас Настя присоединилась. Джумагу, Томску, 24 поток. Ага. Отлично. Так. Здесь у нас квадрики. Интернет-магазин. Три сущности. Главное. Каталог и карточка товара. Так. Логотип обновил. Это хорошо. Это ты молодец. Потом изображение подобрал. Ну, качественное изображение вопросов нет. Только для тех, кто не знает, что такое DJI Mavic Pro, не поймет, что это квадрокоптер. Потому что здесь он в сложном виде, да? Я понял. Вот. Популярная категория. Да, ништяк. Почему-то решил делать на темном фоне. Почему, мне непонятно. Но это ладно, не критично. Вы смотрели. Вот это вот. Action cam. Повисло в воздухе. И тут почему-то тоже. Левый край вот здесь вот уже как-то обломался. И здесь тоже. Здесь с левым краем вопрос. С композицией нормально. Углы держатся. С изображением обтравлено хорошо, но немного непонятно. Потом. Здесь, в этих блоках, ну, типа, в принципе, норм. Здесь не хватает тоже, конечно. Выравнивание. Логотип сделал. Окей. Потом. Каталог. Короче. Ну, сложнее, на самом деле, воспринимать инфу, когда ее много, наверное, на темном фоне. Вот. Ну и плюс есть еще особенность такая, то, что в основном товары фотографируют на белом фоне. Вот. И здесь придется тогда в процесс как-то видоизменять и фотографировать товары на черном фоне. То есть все товары. И это может быть сложно. Ну, именно для продакшена интернет-магазина. Вот. Я тут вопрос поставлю, почему черный фон. Здесь у меня вопросов нет. Вроде как можно все найти. И здесь понятно, что делать. И карточка. Камера. Сколько стоит? Понятно. Посмотреть можно. Прочитать можно. Отзывы. Непонятно, сколько отзывов. Можно отмечать. Похожие товары. Понятно. Вот. В принципе, хорошая работа. Достойная. Вот. За вот эти три небольших косячка. Пять с минусом. Так. Дальше. Это у нас iOS App. Интернет вообще мега быстро. Ну ладно. Так. Чего у нас тут? В оригинале чуть побольше. Вот так. Так. Значит, здесь я выбираю. Но какие-то иконки здесь грязноватые. Косяк визуала. Потом здесь вот этот градиент. Он какой-то серый и сливается с тенью. Тоже косяк, но небольшой. Серый на сером. Ну, как бы, тоже так себе читается. Ну, это все по поводу контраста. Вот. Кнопка у нас того же цвета сделана, что и вот эти теги, и шапка. Мне кажется, она должна быть другого цвета. Заходим сюда. Здесь количество лайков и комментариев слишком серое и слишком сложно читать. Лайк. Понятно, что я тут проставил. Здесь вроде как нормально все с текстами и размером. Это тоже у нас опять с минусом. Так, это у нас Android App по поиску квартир, недвижимости. Точнее, синий и оранжевый оппозитные цвета балансируются хорошо. Оранжевый хорошо выделяется как активный, акцентный. Покупка, аренда на сутки. Понятно, район выбираем, комнату выбираем, ценник выбираем. С фото показать 130 вариантов понятно здесь. Понятно по ценнику, понятно примерно по квартире, по фоткам. Фотки можно полистить, не открывая. Это хорошо. Да, это пятерка. Хорошая работа. Ну, вообще, хороший результат. И курсач. Я угорал в прошлый раз над тем мужиком, над этим мужиком. И была у меня гипотеза, что, скорее всего, он будет отталкивать, ну, всяких новичков. А будет притягивать всяких маньяков. Ну, ладно, это на самом деле угар, это надо тестить. Вообще, по композиции ништяк. Про то, что это клуб единоборств, понятно. Про цвета, да, цвета в тему. Но, как бы, получилось так весьма агрессивно, вот с этим челом. Направление мы листаем. Здесь ты иерархию сделал четче. Так, ММА, понятно, наша команда. Я тоже угорал над чуваками. Такие прям спортсмены. Сильные, красивые. Так, ладно. Короче, по композиции все круто. Расписание. Бразильское джиу-джитсу, крылов, роман. Это хрень разворачивается, если я тыкаю, да? Или нет. Да. Записаться на тренировку. Поткнул и записаться, да? Ну, окей. Стоимость тренировок. Еще можно кнопку записаться, где-нибудь здесь, короче, делать. Стоимость тренировок. Да, все понятно. Контакты ништяк. Карту круто обработал. Да, вообще у меня вопросов нету к этой работе. Прям пятерка. Хорошая работа. Вот. По визуалу, по верстке, по композиции. Вообще, как бы, я... Мой мозг работает следующим образом. Я оцениваю работу по критериям в следующем. Первое – качество визуала. Второе – это качество верстки композиции. Третье – это визуальная коммуникация. То есть удалось ли создать правильные эмоции, ассоциации относительно темы или нет. Ну и все. А, ну и, конечно, удобство и смысла. Так. Чего? Я разобрал Алексея Скилова работы. Очень крутой результат. Ну, в смысле, хороший результат. Там есть, конечно, и покручивал результат. По экспе 36670 «Молниеносный тигр» блок не писал. А-а-а. Ай-яй-яй. Ну, ладно. Ну, блок, на самом деле, это заказчики. Кто писал, те заказчиков получили. Задания все выполнены. Это круто. Разбираем дальше. Алексей, мужик. Отстрелялся. Так, Настя Самарина. Так, ювелирная студия U-Techno. Ну, можно на самом деле и не повторять, если у тебя название есть в логотипе. Потом, дальше, весь спектр ювелирных услуг в одной мастерской. Ну, для тех, кто не понимает, он и не поймет, что за весь спектр. Поэтому я рекомендую здесь расписывать услуги, типа, что вы делаете, чтобы было понятно обычным клиентам, а не ювелирам. Ты же для обычных клиентов делаешь работу, верно? Ну, и когда ты качаешься по редактуре, тогда ты меня будешь понимать. Меню ОК. Фотография на главном супер. Здесь разрядку бы сделать, но это не критично. Единственный вопрос, зачем делать все заглавные в антикве. Вот здесь в дескрипте. Смысла, наверное, нет. Услуги. Сделала аккуратнее, по-моему. Но мне не нравится вот эта вот какая-то двойная рамка. А, вот фигня. Это у меня из-за малого размера косячится качество. Вот улажа-то. Ну, ладно. Сейчас посмотрим. Так. Нет, та же история. Ну, ладно, я буду тогда увеличивать. ОК, здесь тогда все нормально. Блин. Сейчас, секунду, я тут налажу. Вот так буду увеличивать, да? Так, здесь нормально тогда все. ОК, здесь все ништяк. Здесь иконки все в одном стиле. Круто. Фотка на заднем плане. Круто. Здесь, ну, хотя бы фотки на одном фоне сделала. Это хорошо. Я говорил тебе перенести сюда. Ну, ладно, ты решил оставить их здесь. Ладно, пусть будут здесь. Но отступы нужно делать сверху, до головы. Правильно фотки надо обрезать. Так, с отзывами. В принципе, здесь тоже порядок. Тени грамотные. Все норм. Чего сложно сделать этот тег по центру. Евшкин кот. Ну, а контакты нормально оформлены. Сделал по центру. Так. Ну и все. Опять с минусом эта работа. Хорошо. Так, Настя Самарина где у нас? Ну, понял. Так, нашел. Так, дальше М2. БМВ М2. О, хоть кто-то сделал. Нормальный. Нормальный. Нормальная обработка этого шрифта с градиентом смотрится гораздо удачнее. Так, здесь тоже у меня караптит качество. Ну, ничего страшного. Так, меню. Супер. Тачка, огонь. Кнопки на месте сделаны аккуратно. Пять мощных фактов. Ну, вроде, ладно. По иерархии заголовков вроде более-менее пролазит. А по фактоидам, ну, что-то уже не особо. Смотри, можно фактоиды делать вот, типа, вот в таком вот стиле, чтобы они не были сильнее, чем вот этот заголовок. Получается, наоборот, у тебя, что они сильнее, и как бы иерархия рушится. Это косяк. Описание фактоидов нормально. Взгляните на тачку со стороны. Ну, под разными углами сделаны вот эти выносные элементы, и это создает хаос. Здесь, конечно, нужно упорядочивать. Вот. И это нужно доработать. Хотя все выносные элементы, они аккуратно сделаны. Так, потом технические характеристики, ходовые качества, двигатель, расход топлива, колеса, таблица. Рамка вот эта вот красная меня, короче, раздражает. Она сделана, ну, как бы... Ну, не то, чтобы она не в общей стилистике сделана, в общей, но она на себя оттягивает внимание. Как-то нужно сделать, может быть, без рамки. Вот, может быть, высветлить, может быть, ну, затенить некуда. Может быть, цветом, да, обозначить. Вот таким вот красно-оранжевым, да. Вот здесь слиплись строки. Маленький интерлиниаж. Ну, так, в принципе, понятен блок. Тест-драйв форма ништяк, только развалилась на две части. Видишь, здесь отступ больше, чем отступ здесь. Здесь маленький интерлиниаж совсем. Сложно читать. Ну, в целом, работа выдержана в единой стилистике. Фотки подобраны классно. С композицией вроде нормально. Нужно с версткой поработать, с версткой текстов и... с иерархией визуальной здесь тоже. Это пятерка с минусом. Так, погоди. Чего мы смотрели? Это промо-страница, это курсач, да? Так, да, вот так вот. Так, интернет-магазин дальше должен быть. Да, вот он. Так, главное каталог, карточка. Все работы в свободном доступе, да. Я сейчас скину ссылку для тех, кто хочет посмотреть. Вот здесь. Так, сейчас. Так, так. Скидка до 40% на фото-видео технику. Мне непонятно, почему ты взяла и сделала здесь шрифт. Такой же, как и цвет. Да, таким же цветом, в смысле. Как и элементы навигации. У тебя сразу вот это вот приобрело такой плоский вид. И... Ну, не привлекает внимание. Как бы послилось со всем остальным техническим контентом. Так делать, конечно, не надо. Но здесь, если ты сделаешь чертом, 100% выиграет. У тебя композиция и иконки. Чего? В разных стилях. У тебя вот это жирнее. Тоже косяк визуальный. Логотип. Ну, сделала, но как-то так. Ну, и да ладно, фиг с ним. С иерархией косяк. Да, вот это вот дескрипт. Скидка. Ну, точнее, основной изголов. Понятно, что это акция некая, да. Скидка на 40% на фото-видеотехнику. Фото-видеотехнику. Вторая строка у тебя меньше получилась, чем заголовок блока. Это плохо. Нарушение иерархии. И вот здесь вот. Слишком похож по стилистике, по размеру заголовок на... Подзаголовок на заголовок блока. Здесь тоже косяк. С иерархией можно делать. Здесь заголовок меньше. И тогда и будет аккуратнее смотреться. То есть это прям неаккуратно сделано. Вот. Композиции здесь нормально. Здесь расположение нормально. А вот, короче, все портит. Вот такие вот здоровенные надписи. Так. Здесь прям... Сейчас я, наверное, так буду смотреть. Так. Чуть уменьшить надо. Так, ноутбуки, сортировка по возрастанию. Ну, короче, все эти рамки для... Это как это называется? Так, комбо-бокс, да? Можно не делать. Так, понятно, что можно развернуть. Там выпадет менюха, если оставить вот эту вот галочку, иконочку. Короче, здесь дофига рамок. Ну, с одной стороны, ладно, плитки, понятно, но... С другой стороны, можно обойтись без рамок, сделать композицию легче. Ты же можешь прекрасно вообще убрать тупо рамки здесь. Все у тебя останется то же самое, потому что у тебя карточка держит прямоугольник. Это, конечно, не критично. Чего это за иконка такая? Жесть. Ну, нет, это косяк визуальный. Нет, их можно сделать в заливке, эти иконки. Так, здесь фильтр вроде нормально все. Ну, вот. Короче, нужно упростить и облегчить восприятие. С карточкой, ну, нормально, рамки та же самая фигня, можно и не делать. Зачем они тут нужны, непонятно. Четверка с плюсом за эту работу. Ну, или даже четверка. Так, погнали дальше. Приложение. Так, это что, Android, что ли? Да. Почему не по гайдам? Ну, не по гайдам. Вообще далеко не по гайдам. Ну, здесь прям жесть, сложно. Здесь нормальный блок вроде, но не по гайдам. Четыре с минусом. Сделал в виде воронки. Ну, это может быть и идея, но смысла-то в этом нет. Потому что, ну, как-то кодировка, знаешь, рушится. Ты привык, потому что у тебя input примерно одинакового размера. Если там два input рядом стоят, да? Точнее, не примерно, а одинаковый размер. А тут они херак и разного. Такое, чё? Вот. Здесь маленькое расстояние. Вот. Потом слабый контраст кнопки на фоне. Здесь идея отличная. Видео, картинки или статьи. Контраста бы добавить. Будет прям здорово. Вот. И по отступам, да? Where do you want to start? Это относится к вот этому контенту. Значит, оно должно быть ближе и дальше, чем Hello, Johnny. Здесь другой у нас кегль какой-то появился. Больше. От этого теги стали как-то странно выглядеть. Неправильно. Это у нас не по гайдам ни черта. Ну и дальше ты делаешь презентацию. А в презентации серый iPhone. И который сливается с фоном и сливается еще и с мобилкой. Слабый вообще контраст. Ну, это... Ну, я не знаю, четверка. Даже, блин, вот сюда я, наверное, поставлю четверку с минусом. Ну, сюда тройку с плюсом. Вот так, да. Так будет справедливо. Ну, смотри. Прогресс, конечно, неоднозначный. Но в курсовой работе зато ты вышла на пятерку. Промо-страница у тебя тоже на пятерку. Это хорошо. А вот эти вот три работы, интернет-магазин и апы нужно подтягивать. Что там у нас по выполнению? Вроде все делала. Но прогресс, получается, у нас медленный. Да, 3930 блок не писала. Зато задания почти все сделала. Ну, это неплохой результат за курс. И у тебя есть все шансы улучшить работу. Если, короче, ты захочешь поправить оценку, тогда ты улучшаешь работу, потом пишешь мне в личку, и я пересматриваю оценку. Так. Диана. Так. i8 купе. Фотка с заваленным горизонтом. Вообще динамично. И вот эта надпись прям огонь. Композиции у меня вопросов нет. Фотку нужно раскукожить. В плане горизонта подкорректировать. Раскукожить. Конечно, вы поняли, о чем я. Так. Новое определение спортивного автомобиля. Технические характеристики. Тень криво сделана. Видишь, здесь от колес тень должна быть еще. Как будто она у тебя как-то выше туда. Вот. Короче, вот эти фактоиды, они должны быть меньше. Что такое выбросы CO2-42? Что? Это много или мало? Мощность понятна. Скорость понятна. Это непонятно. Выноски криво. Заголовок круто. Форма. Ну вот. Вот эта иконка кривая. Это же должно быть равна сторонний треугольник. Этот блок, в принципе, прикольный. Лучше его структурировать так, чтобы вот эти вот заголовки были на одной горизонтали. Форма и контакты круто. Чего поставить-то? Четыре с плюсом. Так. Нужно фиксить. Интересное, многообещающее приложение. Приложение. Ну давай. Давай, давай. Только кегли будут мелкие. Так. Да. Наверное, это такой размер. Так. Заставка. Огонь. Зачем только ты сделал вот этот вот зеленый здесь? Если это iPhone X, то можно сделать белый. И иконки черные. Connect people around the world. World. Иллюстрация классная. Композиция вообще супер. Кнопочка огонь. Вот. Непонятно мне с этой вот шапкой. Здесь тоже шапку можно делать градиентом. Вот. Потом Puerto del Sol. Бла-бла. 316 евро. Ну в принципе понятно. Два bedrooms. Вот эти все теги. Это все мелко очень. Потом choose your home. Да, понятно. Но слишком слабый контраст. Ну то есть это же надо сначала прочитать, а потом ткнуть. А, это андроид. Вот это да. Я что устарел? А это iOS. Так, это что, Samsung Galaxy что ли? Находит он, у нас 8 последний. Так, нет. Что у нас телефон-то, кстати? У нас 9-то вообще есть. Ну, короче, я не силен в этих гайдах андроидовских. Особенно, ну точнее в старых. Я все это прекрасно понимаю, знаю, представляю. А по новым... Ну. Неу. Ладно, тогда и оценивать. Короче, по гайдам, не по гайдам не буду. Буду оценивать это как концепт, потому что выглядит это в принципе привлекательно. Контраст-то я сказал. Слабый. И шрифт мелкий. Вот. Если чутка поправить, тогда будет круто. Оценка 5 с минусом. Так, что? Это Huawei или Asus? Они вроде с Monobrovia. Monobrovia. Так, что там? Во, в комментариях там накидали. Игорь, окей. Ладно, поехали дальше. iOS. X. iPhone X. Так, что-то у нас по размеру. Контраст слабый. Серый на сером. Так, и чего? Я захожу. Значит, у меня тут лента. Лента... Ну так, ну-ка, наверное, надо увеличить. Так, меньше, наверное, да? Так, что ли? Нет, это слишком мелко. Ладно, пофиг. Буду так смотреть. Так, вот тут какой-то графический лисичок. Белая линия какая-то. Но это не так критично. Значит, сюда я захожу. Я, ну, в принципе, могу увидеть. Но мелко. Здесь прям жесть, как мелко. Так, потом чего? Здесь с контрастом. Прям вот наборный. Сложно считать, потому что серый на сером. Может быть темнее. Здесь какая-то линия осталась. Это он 4 с плюсом в итоге. Так. Дальше. Так, интернет, магазин. Главное, каталог, карточка. Логотип. Убрала снизу надпись. Но выглядит он почему-то криво. Башка ОБ больше, чем хотелось бы. Так. Номер телефона съехал вниз. Ну, надо как-то аккуратнее быть в плане выравниваний. Да? Вот. Номер телефона съехал вниз. Потом. Ну, не знаю, нужно ли сделать вот эту линию разделительную от меню. Ну, ладно. Типа с ней пусть будет. Что это за штука такая? Ладно. Никон. Понятно. Но желтый на сером, то очень слабый контраст. Вот этот блок, да, норм, аккуратно, хорошо. Вот этот, интересно. Да, интересно. Желтый, черный, хороший контраст. Макбук сюда. Или... Ну, только ты его как-то обрезала прям криво. Не по макбуку. Здесь оставила углы. Ай-яй. Да, 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 да. Композиция общая тоже хорошо. Здесь. Вроде, да. Так, не заметил штуку с иерархией. Проблема, да? Заголовок, блок больше, чем подзаголовки внутри него. Плёха, плёха, плёха. Так, Android-магазин. Здесь перегруз. Слишком здоровенный кегль. Вот эти вот чекбоксы, они объединились, потому что друг с другом рядом стоят. А дальше от своих названий. Это внутреннее и внешнее. Здесь всё вроде как нормально. Ценник можно было получше выделить, но это не критично. Здесь кнопка как-то вообще не в стилистике, да? Две разные кнопки. Больше, меньше. И здесь белый, и здесь чёрный. И белый контраст слабый. Ну, так. Нафига выделять вот это коричневым? Зачем? Здесь грязно. Здесь месс лучше вытащить налево их. Здесь интерлиниаж маленький. Здесь хер пойми как разобраться. Нужно разносить на две колонки. Короче, ну хватает прям косяков. Это четвёрка. Курсач. Давай! Интернет. Так, главный экран. Огонь. Чего это такое? Мне непонятно. С этим нужно разбираться, к чему отнести. И стилистика выдержана в стиле. То есть, это что у нас? Конец Советского Союза, начало бунтарской молодёжи. Old school плюс какая-то бунтарщина. Это всё пойдёт здесь, да? Чёрный, красный плюс шрифты такие. Шрифт прям вообще в тему подобран. Мне кажется, прям супер-супер. Здесь всё понятно, что делать. Здесь поставил просто 6 радиозаписей, 5 радиозаписей. Было 12, у меня был вопрос типа, а что, если здесь 12 радиозаписей, то что здесь происходит? Ну ладно. Считерил, ладно. Так можно. В учебной работе. Короче, здесь нормально всё сделало. Здесь супер. Да, прикольно получилось, прикольно. Пятёрка. Так. Ну тоже такой средний результат получается. Ну, в смысле, есть отличный результат, где все пятёрки есть. Хороший результат, это вот этот, да, средний. Есть плохой результат, это где пятёрок нет. Но пятёрки есть, и это радует. Делала все задания, скорее всего. Была как-то даже в лидерах. 43 тысячи XP писала блок. Умничка. Вот. Ну просто прогресс получился не такой быстрый, как мог бы быть. Но это ничего страшного, продолжать нужно. Я считаю, что всё получится. Отстрелялась. Умница. Так. Чё там? Комментарии. Анна. Мне мои магазины и iOS так нравились, так нравились. В итоге получили оценки ниже остальных. Остальные мне не настолько нравятся. Да, Решевцов. Мне нравился мой интернет-магазин, а в нём оказалось куча косяков. Да, бывает такое. Просто когда делаешь работу, тебе взгляд замыливается, и вроде как тебе самому нравится. А потом стоит показать кому-то с другим взглядом, он тебе откопает сразу кучу косяков. Так. Артур. Почему ты озвучиваешь ошибки, но при этом не даёшь совета, как исправить эти ошибки? Потому что я сейчас не делаю разбор, как это делают тренеры. У меня нет на это времени, а я делаю оценку. Поэтому я просто называю ошибки и не объясняю, как их исправить. То есть это не разбор, это оценка. Вот почему. Так. У Дианы всё, поехали дальше. Так. Да, вон Вадим Глот написал, что это делается на курсе. А на курсе у нас 27 разборов. Официально, неофициально больше. И там прям подробно тренер тыкает, как я, находит ошибку. А потом говорит, в какую сторону двигаться. Точнее объясняет, в чём ошибка, и говорит, в какую сторону двигаться. Так, Лена. Один-два. Чё это за один-два? Два варианта. Всё, пошёл чай заваривать. Капец вообще. Жесть какая со скоростью сегодня. Вроде через провод подключено. Ну что, как дела? Да, давайте пообщаемся. У кого есть домашнее животное? Кто что будет делать сегодня вечером? Фу, блин. О, прогрузилось. Нет, нихера не прогрузилось. Жесть. Так, ну ладно, мне с этими сголовками больше нравится, потому что контраста у них больше. А здесь контраста меньше. Давайте вот это будем смотреть. Ну давай. Ладно, буду тогда оценивать медленно. В общем, композицию нужно улучшить. Фотка обрезана неправильно. Жопу обрезала у тачки, так нельзя. Здесь тоже отступ должен быть. Вот. Потом вот этот угол у тебя не отбалансирован. То есть здесь что-то должно быть, чтобы уравновесить. Здесь нету. Ты собрала, получается, всё. К правилу верхнего угла и даже вот этот. Вот. Фиксить нужно композицию главного экрана. Это факт. По стилистике. Красный, синий, белый. Металлический нормально. Роскошный, просторный, впечатляющий. Хорошего. Здесь разбил на абзацы. Читать, в принципе, удобно. Интралиняш. Ну, чуть-чуть можно было увеличить. Потом тачка. Чуть-чуть горизонт завален. Вот так. Интерьер, экстерьер. Так, цвет можно поменять. Понятно, куда вертится. Стрелка сделала неаккуратно. Аккуратно. Если ты хочешь стрелку в перспективе сделать, тогда вот этот луч, он должен быть чуть-чуть, да. Хай. Так, здесь что-то овер дофига всего, ну, всякого контента. Четкость, эксклюзивность, спортивность. Вот это отделяй. Здесь отступ больше. Вот этот слайдер к чему относится? К этому блоку или к этому блоку? Непонятно. Вот, реально. Я даже и предположить не могу, к чему. И вот этот еще, к чему относится? К этому или к этому? Тоже непонятно. Цифры объединились с тачкой. Потому что они ближе к тачке, дальше от своего блока. Ну, короче, смотри. Вроде качественные шрифты, качественные фотографии. Но композиция решает. Отступы решают. Нужно правильно группировать. Для того, чтобы человек быстрее инфу воспринимал. Откуда красные? Короче, красная граница инпута говорит о том, что ты что-то накосячил с вводом. Есть такой паттерн поведения, поэтому на него лучше не напарываться. Ну, и как-то вообще непонятно, как обрезано мордово у Бэхи. И футер такой, очень такой пространный, развалившийся этот, валялась вниз. Ну, это четверка. Так. Где? А, вот. Бьюх. Четверка. Когда делаете превьюшки, лучше не заворачивайте превьюху в экран какого-нибудь макбука. Лучше показывайте больше площади главного экрана. Можете сделать тенюшку, этого будет достаточно. Потому что вот так вот мелко и непонятно. Apple, MacBook Air, B&H. Логотип надо прятать. Он должен быть слабее, чем Descript. Так, че тут за градиент такой страшный. Им прям в границе области... Это граница области контента, еще и поля. Так. Тут че-то все слилось. Синие кнопки. Акцентный цвет должен быть, его нет. Здесь этаж отдельный. Блин, ну это, короче, жесть. Ёшкин кот. Все, короче, слилось. Все слилось. Митролиняш нужно делать крупнее. Единую стилистику выдерживать. Сотствуем проблем дофига. Здесь тоже тролиняш. Контраст. Этажи. Не надо. Неаккуратные элементы навигации. Ну, это... Тройбан. Ну, да, постаралась немножко с сценариями. Скорее всего, 3 с плюсом будет. Так, ладно. iOS. Сейчас открою тогда Android еще сразу. Так, у меня опять браузер качество караптит. Ладно. Меньшим. К. Меньшим. Низерный паспорт, email. Ну, прикольно сделано. Можно сделать вот это вот только под пальцем. Правой руки. Потому что, ну, сложно будет тянуться как-то туда. Connect to Facebook. Короче, вот это все сдвигаешь вниз. А Inspiration Library или по центру делаешь. Что-то нужно поработать с композицией. Еще поработать с контрастом. Шрифты аккуратные. Кнопка аккуратная. Поиск. Окей. Поиск будет. Потом прожиг видео. Текст. Видео текст не видно. Нужно больше и больше контраста. Здесь куча разных цветов. Нужно унифицировать все под один. Здесь то же самое. Здесь мелко, мелко, мелко. Вот это окей. Так. Вот это вот теперь. Неаккуратная рамка. Вокруг она не должна быть розовой. Почему она розовая? Здесь какая-то непонятная геометрия. Ну, это у нас четверка. Так. Android. Так. Реальный размер. Наверное, такой. Здесь неправильно объединены. Видишь, отступ здесь, он меньше. Поэтому у тебя сайминсайна подвалилась вверх. Логотип какой-то хрен по мне какой-то. Что за фигня непонятно. Вот. Потом. Карта. Потом. Так. Ведите. Капец тут сложно. И под палец вот это вот. Мелко. И с размером. И с объединением. И с контрастом. И с группировкой. Это четыре с минусом. Так. Это я комментировал. На промежуточной оценке. На промежуточной оценке. Что-то ничего не... Ну, не знаю. Что поменялось. Что поменялось. Я не могу посмотреть. Не могу увидеть. Здесь как был хреновый контраст, так и остался. Здесь как было мелко. Ну, сейчас я увеличу. Ну, не сильно, конечно. Не критично. Мелковато. Ладно. Не буду отмечать. Потом. Ну. Шрифт. Почему выбором персиковый? Градиенты это, конечно, прикольно. Но вопрос выбора. Почему? Человечность. Дружственность. Ладно. Допустим. А почему? Вот такой вот фиолетовый. Это тоже можно понять. Но он как бы не сбалансирован. Да. Вот этим цветом. И вот здесь вот слабый контраст получается. Слабый контраст. Здесь кишка-сяк. Вот. Заголовок. Супер. Иконки. Супер. Почему? Вот здесь выключка по левому краю. Здесь конка выровнена по центру. Нужно в таком случае иконку ставить по левому краю. Вот. Ну, то есть. А так в целом вот этот блок хорош. Вот этот блок. Тоже супер. Есть, конечно, месс такой. Смотри, у тебя порядок. Какое чтение? Один, два, три, четыре, пять. А ты объединяешь один, три, пять и два и четыре. Зачем? Ну, то есть. Логика разрывается. А так вот здесь вот. Контраст заголовков и иерархия. Все круто. Изображение обработано тоже. Немного международной статистики. Вот это что за фигня? Непонятно. Двадцать пять процентов. Короче, цифры выделила, а заголовки не выделила. Поэтому непонятно, что есть что здесь. И вот эти вот блоки друг от друга отвалились, потому что они дальше, чем вот этот от заголовка. Вот. Этот блок, в принципе, норм пусть будет. Так. Здесь норм, но почему-то у нас вылез. Вылез контент за левую часть, за левую область контента. Здесь непонятно, почему выравнивание по центру, а выключка по левому краю. И с цветом пошло, и не то. Ну, чего? Четверка. Ну-ка, что там за оценка была? Так, куда я вообще ставлю? Не туда ставлю. Четверка была, четверка и осталась. Ну, вот такой результат, да. Ну, это уже не самый удачный результат. Хотя, делала все задания, но, видимо, как-то надо было открыться обратки. Потому что обратки было овер дофига, я считаю. Ладно. Отстрелялась. Поздравляю с окончанием курса. Так. Ну и что? Я разобрал раз, два, три, четыре, пять за час. Блин, надо ускоряться. Павел. М4 купе. Да, в тему под металл обработал. Записаться на тест-драйв, да, понятно. Бирка, окей. Чем-то вот эта вот кнопка видео не видно. Она где-то вот... Либо ее нужно здесь выделить, подписать, посмотреть видео, либо где-то сделать на изображение. И вот чем-то нужно еще сбалансировать. Вот этот угол, он должен быть здесь. То есть здесь у тебя все ништяк. Этот угол должен быть. Тачку можно, ну, больше сделать. Отступу можно чуть меньше сделать сверху, снизу. Ладно, поехали дальше. Переход между блоками хороший, качественно проработанный, он герогичный, энергичный характер, слишком здоровая разрядка. Зачем такую большую букву начинают отваливаться друг от друга? Видишь, шрифт жирный, и ты, получается, делаешь разрядку чуть больше, чем внутреннее пространство буквы. Получается, что у тебя буквы отваливаются друг от друга. Разрядка меньше должна быть. С интерляжем все нормально, здесь нормально все. Фотка огонь, здесь фотки тоже ништяк. Здесь тоже ништяк, только вот эти вот начинают конфликтовать. Зачем нужно делать разные стили для вот этих вот двух вещей? Непонятно. Можно сделать, точнее, лучше сделать один из заголовок. Еще больше мощности. Спорный шрифт. Короче, вроде выбираешь шрифт, да, он по форме подходит, все отлично. Потом какая-нибудь сраная буква, извините за жаргон, не входит вообще ни в какие ворота. И порит тебе всю прям работу. Здесь тогда можно зайти в сам шрифт, если есть исходник, и подкорректировать его, вот, чтобы не втыкаться. Фактоиды, да, футеры, нет. Куда делся остаток сайта? Ну ладно, в качестве учебной работы вкатит вполне. Оценка 5 с минусом. Так, как вы там не уснули еще? Уже час прошел. Кто чем занимается в процессе просмотра вебинара, напишите. Вадим. Вадим куратором у нас был. У него одна из самых крутых команд по результатам. Ты вообще сам, Вадим, у нас крутой. Как у тебя дела, напиши. Чем занимаешься, где работаешь. Там же. Так, классный главный экран. Здесь можно поскролить, это интересно. Да, прикольно. Так, ну-ка, уйди. Так, здесь все прикольно. Тут тоже можно поскролить. С иерархией вроде проблем нету, но здесь серый на сером получился как-то не очень. Можно сделать чуть меньше, будет аккуратнее. Вот так композиция, в принципе, ништяк. Качество фоток и огонь. Мавик Air можно сделать чуть покачественнее. Добавить контраста. То есть задний. Смотри, вот эта вот штука, вот этот баннер, он должен останавливать на себе внимание. То есть ты такой скроллишь, скроллишь. Тут иерархия, и Мавик. Но он у тебя такой серый, поэтому как-то логично проскролить. Скорее всего, я проскролю. Вот синий у тебя вот такой голубой есть. Его же можно использовать, да, вот здесь. Тогда он точно будет ловить внимание. Такой чпок. Все, и поймал внимание. Footer Norm. Я вообще за то, чтобы в каталогах делать фон не дробленный, а на одном объединенном цвете. Когда у нас возникает такое количество прямоугольников, и тогда автоматически возникает и пространство между ними, которое тоже привлекает внимание. А оно не функционально. А раз оно не функционально, зачем к нему внимание привлекать? Значит, его быть не должно. А если его быть не должно, значит, как дело? Значит, фон цельный. А если фон цельный, будет ли все объединяться грамотно? Ну, будет, скорее всего, потому что у тебя здесь и так есть четкий прямоугольник. Вот. Что это такое? Спецификации, да, наверное? Ну, тогда окей. Короче, нужно как-то продумать иконки. Наверное, здесь можно сделать даже не в контуре, а в заливке. Ну, и здесь как-то чуть побольше отступа сверху-снизу надо. А так вроде сгруппировано. Понятно. Понятным образом. Видишь, здесь вот эта вот карточка, она выглядит как-то более цельно, чем вот этот каталог. Каталог прям супер раздробленный. Ну, это у нас получается работа, ну, пятерка с таким минусом, с хорошим минусом из-за каталога, да, в основном. Ну, пять с минусом. Так, Вадим, работаю там же, плюс на фрилансе взял заказ от президента в Сколково. Вот сейчас утром, днем, вечером работаю, работаю, еще раз работаю. Давай, работай. Это опыт. Главное отдыхать. Успевать. Что там еще? На воскресенье вечером Вадим херачит макет. Так. iOS. Жесть, как интернет тормозит. Так, это у нас что, курсач. А, курсач смотрел. Курсач хороший. Курсач. Ну, давай. Ядреный пассатиж, а. Гениально. Гениально. Ладно, фиг с ним. Посмотрим, курсач тут вроде прогрузился. Смартфуд. Красный, зеленый, все в тему. Белый, легкий, легкое блюдо. Перчик, петрушечка. Все аппетитненько. Иконочки в одном стиле. Паттерн на огонь. Прямо. Прямо вот про такую экологичность, про гармонию. Паттерн. Хорошо. Белый фон про легкость. Шрифт про простоту. Фотки огонь. Помидорки. Здесь все, структура тоже норм. Здесь меньше места оставил. Хорошо. Слайдить можно. Хорошо. Пример меня найден. Прикольно. Мы берем на себя все хлопоты. Круто. Круто. Места. Карта доставки. Херрак. Прикольно. Футер огонь. Ну да. Это прям классная работа. Я поставлю за нее 5 с плюсом. Тем временем. Блин. Так. Андроидовского апа нет. Пожалуйста, подождите. Потому что он супер здоровенный. Макетик. Больше. Так. Ну и чего? Главное. Захожу я такой. Статья взаимодействия цвет. Подборки. Потыкать можно. Все видно нормально. Потом тыкаю. Что? Куда? Что за проекты? Где это? Что это? Непонятно, в общем, что это. Что это? Фильтр. Источники. Подключил теги. Выбрал цвет. Выбрал. Применил. Все круто. Это работа отдельная. Все вроде нормально. Прочитать можно. Это чего? Библиотека. То, что избранное. Потом я собрал подборку шапок, статей, иллюстраций. Ну да. В принципе понятно. Только не понятно, откуда вот этот экран берется. Обзор. А, вот это. Все понятно. Ну да, понятно тогда. Ну ништяк. Пятерка. Тогда не к чему прикопаться. Пять. А это ноль. Хороший результат. Статы. Павел Фигарил. Ну, кстати, не так много заданий выполнено. Не так много XP3840. Но зато нету косяков. Круто. Ну, все потому, что блок не писал. Так. Но результат хороший. Обратно. Артур. А у вас с трансляцией проблем нет? Нормально все идет? Нет. Просто у меня такого не было вчера. Ну ладно, смотрим. Трансляция лагает. Вот. Жопа с ручкой. Так. Артур, Самойлов, все ок. А, у остальных окей. Ага. Видимо, у Артура тоже кривой интернет. Только у меня. Так. Поехали разбирать. За рулем с удовольствием. Вроде видно. Контраст слабый. Здесь. Вот это нормально. Фотка низкого качества. Так. Никитбой. Сейчас мы тебя забаним за рекламу. Так. Временно исключить пользователей из обсуждения. Чупок. Допрыгался. Так. Тест драйв. Кнопка. Не контрастная к фону. И почему такой цвет непонятный. И градиент такой. Совершенно банальный. Голубое на белом. Почему? Так. Здесь блок нормальный. В смысле, переход нормальный. А вот здесь все развалилось. Здесь вот по маленьке в кнопке. Здесь отступ большой. Такой же, как здесь. Вадим. Я очень лоялен. Ну да. Сейчас придет обратно. Продолжит. Я его забаню. Так. M-Drive X-NAPA. Чего это за фигня? Так. С помощью кнопок M-Drive можно устанавливать индивальные настройки. А, понял. Из мягкой кожи. Зачем объединять кожу и M-Drive? А, это типа про руль. А, понятно. Так. Неаккуратно. А фотка классная. Так. Вот эти фотки. Здесь что-то какой-то месс. Раздробленность. Видимо, потому что пошел вот этот вот белый цвет. А границы четко не видно. Слишком большой кегель вот здесь на фото. Откуда взялся вот этот вот элемент? Он, конечно, классный. Его можно еще допилить так, чтобы он еще и ровный был. Но ведь его нет здесь. Вообще, это идея интересная, чтобы ее начать с самого начала. Ну вот. А здесь она тут, хоп, всплыла где-то. Да, и здесь контраст слабый получился. Но композиция нормальная. Здесь на старте горизонт завален. Так. Это четверка с плюсом. Так. Артур Валеев. Потом интернет-магазин. Так. B&A. Логотип, он не должен на себя тянуть внимания. Много. Он сейчас тянет, а вот эти надписи не видно. Потом. В шапке нормально. Вот это непонятно к чему привязано. Лучше присоседить к иконкам справа, иконки справа в одном стиле. Вот этот блок классный. Шрифт огонь. Только вот здесь бирку нужно чуть подальше, потому что она сейчас с первой строкой объединилась. Она ближе к первой строке. Потом вот эта композиция. В принципе, тоже неплохо. Только я бы больше воздуха добавил вокруг внутренней области контента. Расстояние до рамки, короче, увеличил бы. Так, изображение там качественное. Здесь квадрокоптеры. Ладно, пусть будет на красном. Красные рамки, ну, уже сгражают. Не надо их здесь. То есть серый у тебя здесь вполне решает нормальную задачу. Да, нормально. Вот этот этаж непонятно вам зачем. Он здесь не нужен. Этаж. Футер. В футере видишь, что ты тут, хоп, такую отбивку сделал. И у тебя, так как отступы между, больше получились, чем до сюда. У тебя развалился. Развалился весь этот футер. Выглядит нецельно. Смотрим дальше. Здесь фильтр, он получился раздробленный. Все из-за вот этого серого и из-за вот этой вот какой-то такой расчески. Смотри, теги лучше пихать вверху. Вытаскивать их из фильтра. То, что внутри вот здесь, ну, нормально. Да. Ну, то есть с карточками нормально поработало, фильтр нужно еще улучшить. Здесь тоже какое-то объединение. Фиг, пойми, какое-то. Вот это вот объединилось с кнопкой, цвет объединился с ценником. Вот это непонятно, что такое. Да. Здесь тоже плохое объединение. Здесь тоже развалились пункты. И здесь разные отступы. Ну, это у нас тоже 4 с плюсом. Так, дальше. Микрофоны. Так, пусть микрофоны грузятся. Нет, что у нас? Союз. Вон, Гелиос. С чего? Оценку поставил. 3 с минусом. Ну, да. В принципе, я согласен. Это если относительно уровня нормы оценивать, тогда, да, оценка 3 с минусом. Я сейчас оцениваю относительно уровня участников в целом, поэтому я тут лояльно ставлю оценки. Так, профессиональный микрофон записываю, озвучиваю и пой. Так, главный экран нормально. Так, некий бой. Всё, допрыгался. Заблокировать пользователя. Нахер. Так, ну да, да, я понял. Всё отлично. Шрифт, да, ништяк. Второй блок супер. Всё понятно. Легко. Премиум, кстати, считается. Хорошо. Часто покупают. Да, круто. Распродаж до 25%. Ну, я бы аккуратнее, конечно, здесь использовал такой здоровенный кегль. Ну, ладно, не так критично. Здесь сделал лучше. Потому что было прям супер жёстко. Объединило и стало как-то попроще. Но всё равно как-то вот какой-то чувствуется перегруз внутри. Надо думать, что можно сделать ещё. Здесь, ну, в принципе, да. Можно даже шире чуть делать. Основной отзыв. Так, наши бренды. Окей, сделал нормально. Не пропусти важная подписка. Да, прикольно. Футер. Ну, в принципе, нормально. Лучше объединяйте только пункты в футере. Здесь, конечно, не так сильно разваливается, но разваливается. Так, и чего в итоге мы имеем по этой курсовой пятёрка с минусом? Хорошо получилось. Так, а поёс есть? Ой, зачем так делать презентацию с такими дырами? Сразу минус за композицию. Inspiration Muse. Окей. Классное решение. Вот на фоне только теней не надо. Грязно получилось. Sign in. Как будто это input. Так, окей, я такой залогинился. И что дальше? Куда смотреть мне? Сюда или сюда? Допустим, смотрю сюда. Я тут зашёл на статьи. Ну, ладно, статьи, понятно. Лайки. Отвалились. Чё-то как-то далеко стоят. Потом здесь, ну, вроде криминала нет. Здесь в якорь поставил шо. Фото. Не нравятся мне эти иконки. Ну, ладно, фиг с ними. Так, ну, это у нас получается четвёрка с плюсом. Снял баллы за качество визуала. За отступы. Вот и получилось вот так. Так, ну что, дошёл до конца. Артур Валеев, круто, молодец. Я поздравляю. Так, одна пятёрка. Это тоже, в принципе, хороший результат. Не все задания делал. Но в основном, большинство сделал. Так, панда. 32 тысячи XP. Блок не писал. А можно было. Так, дальше чего. Гузель Усманова. Артур не ту залил. Ну, залей ту. Напиши, я посмотрю. Так, интернет-магазин. Да что ж, так всё тормозит. Таешкин код. Интернет просто вообще. Мне кажется, сегодня самое популярное слово интернет. В смысле просто вообще. Так, ну ладно, смотрим. Что-то у нас на главной. Слишком много внимания на вот этот вот красный угол. Не надо так много. Можно было чуть-чуть вот так вот пустить всё. А он, получается, здесь отъел большую часть экрана. Вот эти две бэхи фото нормальные. Вот эту кнопку можно делать ниже. Шрифт отстой. Слишком большая разрядка. Так, разрядка красная. В смысле вот этот цвет. Ну, красный, розовый какой-то, не знаю. Так. Так. Ну, шрифт просто не самый удачный выбор для цифры. Я вот фактоиды. Что это? Размытые. Где у тебя ещё размытые? Стилистики нету нигде. Фото круто. Вот эти формы круто. Но не по форме руля это не круто. Здесь всё здорово. Шрифт-то ладно. Наборные прочитать можно. Восьмиступка. Окей, понятно. Режим спорт. Видосики можно посмотреть. Поскролик. Вклеил вправо. Короче, вот это вроде якорь, а вот это не якорь. И симметрия, симметрия разрушилась. Мне кажется, нам просто делать тупо по центру, по горизонтали выравнивать. Вот, чтобы блок был в балансе. Либо чего-то добавлять в углы. Значит, здесь объединение неправильно, 5-0. Короче, вот эта вот цифра, куда-то они поехали у тебя. Косяк, верстки. И что это дальше такое? Внизу. Форма. Ну, в принципе, нормально. Только маленькая вот эта BMW здесь, она совершенно не нужна. Тег не там. Отступы. Разная. Сверху, снизу. Тут, в общем, хватает косяков. Но это четверка. В итоге. Так. Тернет-магазин. Трехэтажная шапка. Оу, это слишком сложно. Номер слева. Как-то не по паттерну поведенческому. Хотя места-то, в принципе, дофига, чтобы это все в две полосы уместить. Камера. Хайлайт делит на два. Композицию. Ну, ладно, это не так критично. Здесь какая-то рамка. Здесь отступы разные. Вот это непонятно где находится. Короче, один косяк с композицией ставлю. Ой. Вот разные кегли и порушенная иерархия в типографике. Нет. Не надо так. Так, здесь что-то у нас рамка такая была. Сейчас рамка у нас другая. Косяки в стилистике. Что это? Спецификация, да? Точно. Ну, зачем в контуре делать, мне непонятно. Как в той работе, в принципе. Айфон лицом вниз сейчас пойдет. Так, а здесь что-то все как-то развалилось. Плохо. Здесь более-менее нормально. Иконки в одном стиле нормально. Футер вроде нормально сгруппирован. Контраст красного на черном там фиговый. Так, ладно, сейчас, подождите. Что-нибудь все. Близко линия. Ну. Увеличишься. Так, по качеству визуалу-то все вроде нормально. У меня просто портится здесь. Это понятно. Здесь отступы разные. Обтравлено плохо. Сдвинуто. Вообще не выровнено. Здесь раз, два, три вообще разных линий вертикально. Ну да, это получается у нас с оценками. Четверка тоже. Хороший, в принципе, карточка товара здесь. Вы понимаете, чем меньше элементов у вас, тем проще получается. Чем проще вы делаете, тем лучше. И проще группировать. Поэтому смотрите, задаете вопрос каждому элементу. Типа нужен он здесь или не нужен. И убираете все лишнее. И все. Так, это курсовая, да? Вот так. Вот так. Так. Как так. Настя Слуцкая приедет Да, интенсив стал воркаутом Ну, второй месяц Если быть точным Что? Что? Ну как так? Может прервемся? Все, я пошел Проветлю сейчас пока прогрузится Две минуты паузы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И прогрузилось Как раз Ну, продолжаем Так Заходим Можно потерять, да, e-mail и паспорт Здесь, don't have account Слабый контраст, регистр Что значит ту регистра Просто без артиклянную Ту Потом Facebook, Google Отвалились друг от друга Вот это, в принципе, прикольно Потом я захожу Убираю категории Top Design Administration Бла-бла А вот это вот Что такое Видимо, можно тоже тыкать Разделитель слишком Жирный Так Ну, неаккуратные заголовки Они слишком здоровенные Можно делать поменьше Можно делать даже не жирным Иконки Иконки Ладно, нормально Просмотры есть Троеточие Это что такое Непонятно 4 с плюсом Ай, закрыл Закрыл курсов Которая прогрузилась Так Это Android Так Apartment Loader Хорошо Здесь Где Тип Комнаты Кнопка Вообще не контрастна Не видно Ну, презентация Сама Вот, мне кажется Вот этот паттерн Он такой Блин Это неаккуратный И отвлекает внимание Не видно Лайка И закладки Вот И здесь Плохо сгруппировано Зачем привлекать внимание На вот эту здоровенную Иконку Контраст Маленький И мелковато Здесь Вообще Непонятно Что это такое Зачем Это четверка Так Курсач Так Не надо Не надо Контакты Курсач 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 Дело в том Что ли Так Поздравляю Поздравляю с окончанием Поехали дальше Максим Курсач Плохое качество Окей Непонятно Что это Уровни обучения Начинающая Продолжающая Хасл 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 Месс Тоже месс Такой весьма Развалилась Внутри Контраст Слабый Вот этот блок Норм Это 4 с плюсом Так Это у нас Курсовая Да Главное Каталог Меню Так Вфотография Компьютер Видео Оптика Мелко Мелко Раз Потом Вот это Зачем Маркеры Здесь Непонятно Потом Видео Карту Можно Больше Эффектнее Подать С композицией Вопросы Ладно Скролим Дальше Здесь Отступ Здоровенный Почему Непонятно Отступ Одинаковый Здесь Должно Здесь И здесь Вы Недавно Смотрели Нафига Делать Такие Здоровенные Заголовки Блоков И жирные Непонятно Вот эти Элементы Навигации Грубо Они Не должны На себя Оттягивать Много Внимания Сейчас Они Привлекают Много Внимания Здесь Как бы Ссылками Сделано Ну ладно Это еще Куда не Шло А вот Жирным То Зачем Просто Видишь Во всей Этой Истории Везде Почему-то Разная Толщина Линии Было бы Логично Сделать Одинаковую Толщину И Подчеркивание И стрелки И Начертания Шрифта Ну Это Месс Прям Дикий Тут Развалился Футер Котолок Зачем Рамки Вот эти Здесь Непонятно Они Просто Отвлекают Внимание Жестко Очень Заголовки При этом Поотваливались От своих Блоков Что Это Мини Каталог Понятно А где Карточка И Карточки Нет Четверка Даже С минусом Четверка Так Ай 8 Роттер Ёшкин Кот На разных Экранах Ну Ладно Карбоновая Туша Ай 8 Роттер Карбоновая Туша Это Как Из серии Названий Автомобилей Для Мэд Макс Карбоновая Туша Ну А композиция В принципе Ништяк Шрифт Сейчас Посмотрим Как он Смотрится Здесь Зачем Разрядку Делаешь Срочно Вообще Непонятно Композиция Норм Фото Ништяк Фу 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 Это мы Не смотрим Но у нас Есть еще один Вариант Фу Фу Короче Вот этот Вариант Самый Крутой Или Что это Это Какие-то Разворачивающиеся Штуки Ага Тест Драйв Да Форма Жесть Конечно Делай Просто Подчеркивание И все И зачем Такой Здоровенный Заголовок Здесь Даже Здесь Меньше Заголовок Чем Здесь Больший И Капсом Вот Вот Это Еще Куда Ни Шло Такого Отступ Справа Нужно Больше Делать Чем Отступ Вот Слева А ладно Что Зак Ладно Фикс Факту Это Больше Чем Заголовок Вообще Композиция Ништяк Фотк Норм Композиция Ништяк Фотк Норм Здесь Все Нормально Здесь Что Не Прогрузилась Здесь Нет Вон Настя Пишет Капс Еще Без Разрядки Наверное Предыдущей Работе Так Здесь Окей Нормально Мне кажется Только великоват Тролиняш Да В заголовке Ладно А нет Я понял В чем Косяк Вот этот Отступ Такой же Как вот этот Строки Отвалились Тролиняш Здесь Более Менее Но Эта работа Лучше Чем Предыдущая За нее Можно Ставить Четверку Тролиняш Плюсом Но Ее Достаточно Не Сложно Улучшить Тролиняш Так Здесь Как же Это Сложно Подпалец Так Здесь Нормально Но Вот это Очень Мелко И Развалилось Окей Здесь Нормально Так Четыре С Плюсом И Андроид Размер Так Чуть Побольше Надо Так Ну да Все Видно Так Так Начинаем Мы С Фильтра Город Хоп Вот Это Все Выбрал Скролли Ниже Выбрал 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 Ну История Со Скроллом В принципе Нормальная На Кнопке Нужно Делать Только Не Белый А Черный Потому Что Контраста Сейчас Не Хватает Так Окей Здесь Вот Результат Поиска Ты Можешь Если Что Отклупать Отсюда Теги Но В этом Необходимости Я считаю Нет Можно Место Сэкономить Здесь Можно Фейворит Добавить Да Полистать А вот Это 2 комнаты 68 метров Почему Это Так Разряжено Там Какие Прямоугольники Но Которых Не Видно Это Косяк Так 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 И Что У нас Здесь В итоге Косяк С Контрастом Косяк С Прямоугольниками Ну А Так В целом Работа Неплохая И 5 с Минусом Так Ну Окей В принципе Результат Неплохой Что Там У Нас 25000 XP Забивал Задание Все Понял Блин Это Не Количество Выполненных Заданий Это Просто Количество Заполненных Ячеек Так А Где У нас Количество Выполненных Заданий Где-нибудь Тут Есть А Вот Тут Вот 51 А Максимум У нас Типа 69 70 Даже Вот А Чего Ну Окей Так Что У нас С Блогом Один Ну Поехали Дальше Смотреть Короче У У Той Группы Лучший Результат Чем У Этой Пока Что Специ Специализированный Авторазбор Пир 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 Продаем Запчасти Для Форд Киев Рено Ауди Доставка Запчастей В регионах Показать номер Здесь Отступ Надо Больше Почему Выравнивание Как-то Вообще Непонятно Как Вот Этого Вот Так Композиция Раз Почему Здесь Капс Два Некачественное Изображение Три Меню Прикольно Но Вот Это Главный Каталог Марки Авто Конечно То Что Это Вертикально Читается Хуже Но Ладно Не так Критично Обработка Фото Обрезка Некачественная Ну В смысле Отступы Маленькие Вот Здесь Здесь Тоже Движок Непонятно Зачем Здесь Так Ну В смысле Непонятно Почему Он Вынесен Именно Вот Так И Относится Как К Этому Блоку А Не К С Отступами Проблема То Есть Вот Эти Картинки Объединились А Вот Это Все Отвалилось Ок Леха Так Ладно 4 с минусом, так это у нас кто Эдуард, была 4 с минусом, сейчас 4 с минусом, улучшилось, но не сильно так заходим главный экран супер все видно все понятно с контрастом вопросов нет так потом вот это фильтр здесь контраст слабый на фоне непонятно зачем оставлять вот это вот это здесь слабый контраст но короче дофига чего слабого здесь картинка некачественная лайк и просмотр плохо видно почему тут разные кегли здесь не выровнена четверка девчонки за Эдуарда закинули работы мы команда но зато здорово ладно так перфекционист x6 фотка здесь высветлена лучше делать нужно маску так кнопка непонятно свечение почему такого цвета другого логотип прилип к верхнему краю отступы между пунктом видео сразу и прям интересно так вообще работают так интерлинияш ладно нормально не надо привлекать так много внимания к этим разделителям отступы вот здесь вот я считаю можно делать меньше потом характеристики боиху взяли видно что она прям вырезана из из какого-то природного экстерьера потому что тут блики на ней вот очень мешают это можно конечно грамот не вырезать потом здесь вообще жесткая расческой интерлинияш маленькие характеристики отвалились та же хрень нет неаккуратных сделаны выносные элементы форма в принципе аккуратно фотка неаккуратно врачей вообще никак ни разу логотип плохо обтравлен ну блин ну блин на это чё то же самое на но это работа получше да у нас так выровнял опустил так фотка осталось остался косяк лучше сделал разбил хорошо убрал амзац но здесь много места осталось здесь сделал лучше хорошо свечение здесь сделал хорошо и здесь полупрозрачность убрал хорошо но стало лучше вот эта работа стала лучше ну на четверку тянет на четверку тянет так потом интернет магазин диск топ только айпадик хайлайт нужно делать аккуратнее логотип аккуратнее меню непонятно почему там иконка ну почему нет конку контактов почему здесь иконка справа здесь иконки слева шрифт окей контраст слабый контраст слабый контраст слабый четверку с плюсом наверно а и все ну средне средне я скажу прямо зато блок писал да 30 постов хорошо хорошо так ну ладно поздравляю стрелялся поехали дальше так тем временем уже второй час заканчивается маргарита пшеничного вот хоть кто-то логотип здесь сделал эмки ну композиция в целом норм хочется как-то сбалансировать вот этот угол либо еще сторону вот эту да особенности рамки портят фотки круто дизайн притягивающие взгляды так можно крутить фактоиды конфликтуют по размеру с заголовком потом технические характеристики рамка внешняя не нужна а все что внутри в принципе сделано прикольно на тест драйв запишите короче от рамок нужно избавляться это не нужно здесь затенить нужно чуть-чуть шина слишком высветленная получились чего делать то четверка с плюсом ставим так дальше фантом так да окей квадрокоптер тут отступ надо больше снизу делать потом бирка прилипла к верхней строке эти две строки отвалились контраст здесь слабый ну ладно здесь не нужно чтобы был контраст но все равно это бьет по глазам здесь какая-то линия снизу получилась белая это косяк трехэтажная шапка несмотря на то что трехэтажная она смотрится более-менее почему здесь короче овер дофига элементов вот здесь вот и подчеркивание вот это и вот эта рамка вот иконки все в одном стиле круто потом поехали бестселлеры тень грязная композиция внутри каждого блока классная потом плохо обтравлена фотка зачем здесь так крупно горячая сделка ладно можно вообще каталог объединять горячие сделки и бестселлеры не делить ни на что ну ладно это не так критично потом просто начнете это понимать лучше футер да норм так здесь ну как бы то что вот это вот меню да сайт бар точнее съехал наверх конечно дробит слегка композиция ну ладно это не критично так то в принципе можно разобраться смотри если ты не будешь делать здесь плашки тогда у тебя сразу выделиться как бы сайт бар отдельно ну ладно так в целом неплохо карточка да здесь все понятно хорошо сгруппировано только я бы делал ценник эту карт наверное где-то здесь в терминале или здесь но это тоже не критично так ну все таки это четыре с плюсом так окей дальше фильтр каталог карточка презентация блин зачем же все разносить то сейчас у меня а вот презентация все не по глазам я тогда это не буду смотреть так и из ну вот он смотри Так, с цветами здесь все здорово, контраст хороший, аренда, покупка, фильтр, сбросить, сбросить, вообще непонятно где кнопка, потом слишком большие отступы между, ну в принципе понятно что делать. Почему кнопка не дотянула до области контента, до левой и правой границы непонятно. Здесь, ну стандартно ок, здесь, ну ок. Так, что за это поставить? Пятерку с минусом поставлю. Так, дальше iOS. Так, входим, приятная иллюстрация, слабый контраст. Так, здесь типографика идентика, это круто, это мелко. Здесь. Ну, так в принципе можно делать, это интересно, получается мелковато, но это не критично. Зачем делать прям такие жирные заголовки, мне непонятно, но это тоже не критично. Зачем делать вот здесь вот это розовое, мне непонятно, да, вот этот фон. Что это? А, это цвета в работе, которые есть, да? Окей. Так, ну это у нас... Блин, даже не знаю. Тогда, наверное, я так сделаю. Вот это вот 5 с минусом, вот это 4 с плюсом. Ну, потому что вот эти работы, они примерно на самом деле одинаковые, и они где-то на пятерку с большим минусом, и вот я таким образом баллы распределю. Так, школа бега. Итоговый макет. Это у нас курсовая. Так, главный экран, в принципе, интересный, тоже эффект хороший. Поехали скроллить ниже. Классный блок, фактуэды не отвлекают внимания, круто. Здесь, ну, все-таки с контрастом я бы поработал, и почему выровнено по центру при выключке по левому краю, мне непонятно. Но в целом блоки аккуратные, тренеры, да, прикольно. Да. Да, но контраст слабый здесь. Это на 5 с минусом идет работа, хорошая работа. Так. Почему-то я ее оценил как-то высшим баллом в прошлый раз. А, ну да, у меня же здесь планка была чуть-чуть пониже. Окей, хороший результат, в принципе. Что там у нас получилось? По рейтингу. Тигр 36000xp7 в блоге. Ну, надо было больше писать, но ладно. Хороший результат, поздравляю, отстрелялся. Ура, ура. Так. Дальше едем. Настя Жамагулова. Капец, я сейчас упаду, просто буду спать. Так спать хочется. Есть хочется. Ну и ладно. На самом деле, вы больше меня втыкались на этом интенсиве, поэтому я потерплю. Так. Четвертая итерация вот эта, надо смотреть, да? Так. BMX 6. Что за... Что за фигня с качеством случилась? Стос, сос, сос. А, вот. Комп выкинуть надо, мой. Вообще нахер. Так. Вот так, да? Смотрим так. Ну что ж, главный экран-то супер. Вообще огонь. Дааа, кайф. Даа, кайф. Круто. Только нужно как-то получше, наверное, обработать. Обтравлено хорошо, но слишком контрастно с фоном. Видно, что она выдернута как бы из другого фона. То есть, если ты... Смотри, вот это вот типа студийная съемка. Вот это ты вытащила фотку из контекста. И если вот такого же типа была фотография вот здесь, было бы все круто. То есть, ну, оценка в итоге за работу пятерка с небольшим минусом вот за это. Ну, очень несложно дотянуть до пятерки ее. Ну, поставлю пятерку, короче. Потому что пофиксить там совершенно несложно. Так. Это не окончательный результат. Так, а где окончательный? Куда смотреть? Это тут четвертая итерация, я смотрел. Тут даже, наверное, не в обработке фотографии дело. Потому что как-то ее не обрабатывай. Ты ее вырезала из контекста, и на машине есть блики. Ну, блики экстерьера. В смысле, окружающего пространства. Да ладно, не надо загружать, все нормально. Ну, если что, ты можешь мне просто в личку отправить. Так-то я уже оценил эту работу на пятерку. Так. Сейчас. Главное. Каталог. Карточка. Хотя, в принципе, можешь подгрузить ее. Могу вернуться. Apple Beats Solo 3. Смартфоны. Лэптопес. 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 Без И. Да, в принципе, прикольно. Можно только не делать такую жирную рамку. Есть такое решение. Видел. Можно сделать аккуратнее. Здесь меньше сделать. Интернелинэш может чуть поменьше сделать. Тоже в цвете классно все проработано. Да, блок классный. Вот этот слишком дофига всего. В блоке с композицией нужно доработать. Одна доминанта должна быть. У тебя здесь две доминанта, еще две отвлекающих летающих хрени. Этот блок супер. Этот блок супер. Этот блок, ну, такой же. Этот блок супер структурировано хорошо. Вот футер норм. Короче, с контрастом поработать я бы рекомендовал. Аккуратнее надо делать. Аккуратнее надо работать с линиями. Они не должны быть такие жирные. Но зато здесь разделено все так на блоки хорошо, но с контрастом проблем. Может быть, логично выделить какой-то блок в белый и какой-то в серый. Лучше, конечно, вот этот, наверное, в белый. Чтобы здесь с контрастом проблем не было меньше. В остальном норм. Карточка снизу скроллим. Это у нас выбрано. Лучше не рамкой показывать, что у нас выбрано. Рамка неаккуратно смотрится. Здесь нормально все. Здесь, блин, капец, как сложно читать. Это нужно переработать. Все в остальном нормально. Это 5 с минусом. Работа. Хорошая работа. Так. Идем дальше. Итог. Так, наверное, да? Видео, статьи, проекты. Зачем тут такие здоровенные заголовки, если можно обойтись такими? Видишь, у тебя здесь заголовки? Здесь небольшого кевля. Здесь бабах такие здоровенные. Зачем? Здесь нормально читается, нормально читается, ненормально читается. Контраста нет. И здесь теги слишком маленькие и нечитабельные. Маленькие для пальца, нечитабельные для глаза. Здесь теги ништяк сделаны. Зачем мелочиться сделать больше теги? Не парься. Цвета, да, нормально. Цвета радуги. Смешного. Пять с минусом. Так, курсачно. Итог. Хорошо. Так, детская школа футбола воспитываем. Круто. Я рекомендовал тебе в прошлый раз делать больше красного парня, меньше желтенького. И как-то вот все-таки сбалансировать нижнюю часть. Ну, почему-то ты решил оставить все как есть. Вот этот блок, в принципе, да, круто, понятно, здорово. Стилистика, да, выдержана хорошо. Здесь черно-белый убрала. Да, это здорово. Здесь, как мы тренируемся, можно было не делать красным. Структура есть. Круто. Тренеры вообще супер блок. Вот этот блок, в принципе, понятен. Ну, только вот конфликт и иерархии тут остался. Отзывы, да, ништяк блок. Вот этот блок тоже, в принципе, ништяк. Че это за оценка у нас получается? Пять с минусом. Пять с минусом. Хорошо. Так, второго аппа нету. Ну, ладно, в принципе, классно поработало. Умница. Что у нас? По прогрессу. Да, делала все хорошо. Блок не писала. А можно было писать. Отстрелялась. Хороший результат. Поехали дальше. Так, Ксения Головизнина. Головизнина. Нет, просто два разных презентации. Все экраны. Это как бы презентация, да? Настя, ура! Да, ура! Хороший результат. Классно разделила на блоки. Да, аккуратно. Аккуратненько. Ну, конечно, тут можно какое-то что-то поправить. Пауза, по-моему, это не критично. Здесь тоже классно, аккуратно. Здесь теги понятны. Здесь все ништяка. Здесь немножко плохо объединено. Ну, в принципе, это пятерка с небольшим минусом. Можно даже поставить пятерку. Аккуратно, потому что очень сделано. Вот эта презентация. Я посмотрю экраны, наверное, потому что здесь в изометрии. Чисто так, для эмоций, скажем. Что-то у меня какая-то жена отправила заказ какой-то на дизайн. Платят много. Может, кто-то из ваших заинтересуется. Вот его телефон. За эту ночь нужно сделать дизайн-приложение. Офигеть. Ну-ка, закинул в мастер-группу. Ладно, пофиг, потом закинул. Так. Да, эффектно. Ладно, смотрим. Вадим, и бэк-кант весь. Заказ, мобильное приложение за ночь. Не, это мне кажется, жесть заказ на самом деле. Вообще, срочные заказы я не люблю. Спирэйшн-лайбрэви. Так. Графт дизайн, да. Да, теги, да. Да. Он даже не под шестой, ну ладно, да, вроде под шестой айфон. Да, тут круто все, да, пятерка. Хорошая работа. Аккуратненько. Так, дальше. О, да, театр. Так, ладно, сейчас пока еще что-нибудь открою. Так, о, да, подкорректировала, увеличила. Сейчас все лучше стало смотреться. Классно по цвету. Все подобрала, все. Ну, в принципе, это традиционный цвет, ну ладно. Но здесь можно было не делать такой переход прям четкий. Можно было маской, градиентом затянуть в черный такой плавный переход сделать. Ближайшие спектакли, да, круто, интересненько. При наведении, да, получается, он как-то должен ресайзиться и... Изголовок должен отображаться, да? Пофиксила вроде как. Обрезку изображения кое-где, конечно, не идеально, но ладно. Афиша. Вот я так и не понял, как работает афиша. Я такой выбираю восьмое число. Потом я выбираю здесь, что ли, такой тык-тык-тык. Что у нас идет восьмого числа. Потом я выбираю купить билет. Ну, да ладно. Ну, не самый удобный вариант, конечно. Ну, как бы в качестве эксперимента, почему бы и нет. Да. Футер, да, круто. Да, ну, это пятерка работа. Курсовая пятерка. Потом единичка BMW. Слишком большая разрядка. Мне кажется, и фотка немного такая не очень качественная. Это, да, нормально. Расческой есть только двигатель. Что? Зачем? Нет. И переработать композицию. Она развалилась. Иерархия неправильно. Пробую в деле. Плохо обтравлена фотка. Ну, это у нас 4 с плюсом работы. Так. Так. Так, B&H. Перегруз в шапке, потому что слишком мало места по вертикали, сверху и снизу. У меня уже листочек кончился. Так. То, что здесь внутри камеру обрезало, это тоже ей не особо хорошо. Вот здесь чуть подразвалилась, но это не так критично. В принципе, ровно. Выглядит олдскульно, но ладно. Здесь, ну, в принципе, нормально. Да, с конком порядок. Ну, зачем делать, блин, заголовки больше, чем основной. В принципе, так-то органично смотрится, но меня так это парит, когда иерархия рушится в тексте. Ну, ладно. Окей. Футер окей. Все. Тогда четверка с плюсом, потому что нету карточки и корзины. Ой, что там, каталог и карточка, да? Ну, в целом, хороший результат. Три пятерки. Ровных таких четких пятерки. Классно по уровню экспы. Блок тоже чуть-чуть писал, но немного. Ну, хорошо. Отстрелялась. Молодец. Так. Едем дальше. Катя Сильванович. Еще там в самом начале ребят понагрузили. Скорость драйва адреналин. Красный на белом, блин. Сама фотка норм. Вот это нужно вот переработать. Так. Красный на красном. Плохо обтравлено. Фактоиды. Иерархия в тексте тут совершенно непонятна. Так. Конфигуратор. Здесь слишком мелко. Обрати внимание на количество кеглей, которые ты используешь. Много их очень. Особенно в наборе. Раз. Два. Три уже. Здесь там четвертый какой-то появился. Форма. Форма, да, нормально. Четыре с плюсом. Катя Сильванович. Четыре с плюсом. Так, Mac Pro. Это у нас Android магазин. Аймак про плохо обтравила. Что это? Ну, в смысле, что это понятно и что это делает, тоже понятно. Только получилось как бы как дыра такая в этом синим градиентном. И вот эта вот часть съехала наверх из нее. Вот. А еще как-то хайлайт хочется за подставку. Шрифт для лога. Не самый удачный. Башка перевешивает. Вот этот блок классный. Да. Этот. Ну, пошла вообще другая стилистика и другая эмоция. Красный на желтом. А здесь синий на... Ой, желтый на синим. То есть вот это более такая спокойная, флегматичная, несмотря на желтый. Желтый тут на самом деле теряется в таком количестве цвета синего. Здесь получилась такая более жизнерадостная, легкая, да, потому что здесь в основном белый. И здесь акцентный, желтый и красный. А здесь наоборот получилась другая стилистика. Желтый в основном, красного мало. Вот. И поэтому нужно как-то к одному знаменателю приводить вот эти вот все три блока. Если работать, например, вот в этом ключе, будет эмоция легче. Как-то жизнерадостнее. Да. Да, вот этот блок, да, ништяк. Вот это, в принципе, тоже норм. Футер по расположению норм. Да, здесь нормально объединено все. Сверточки только не видно. Плохо видно, потому что они маленькие. Тут и так как бы белый на... ой, желтый на белом. Слабый контраст. И слабо в целом получается. Потом карточка. Ну, в принципе, более-менее так сгруппировано. Заблутиться сложно. Это у нас четверка с плюсом. Ой, все, они туда-сюда. Так. Презентация экрана iOS. Сейчас все пооткрываю. Так. Здесь зашел, не потерялся нормально. С композицией вроде тоже вопросов нет. Здесь... О! Единственный человек, кто сделал нормально. Не пытался запихать все подряд в экран. Сделал нормальные кегли. И все нормально по расположению. Да. Круто. Это 5. Вон, дроид. Да, это 5. Тоже хорошо. Побилки зашли тебе. Так. Ооо. Я говорил про шрифт, что нужно с ним что-то сделать. Говорил про контраст, но что-то здесь ничего не поменялось. И про композицию я тоже говорил. Иконки. Окей, ладно. Стали лучше. Вот этот блок классно. Только не видно вот этих вот неактивных светло-серых. Лучше слайдер, наверное, сделать элементы влево-вправо. Это колхозненько, так ведьма. Вот эта часть ништяк. Вот эта, в принципе, нормально. Да. Да. Ну, четверка с плюсом. Шрифт жесть. И еще и несбалансированный кернинг у пар. Четыре с плюсом. Говорил я, что оцененный поработал на четыре с плюсом, если ничего не поменять. Так. Все. Блин, я туда оценки поставил. Да, вот. Теперь все. Так, ну окей. Молодец. Игр. Ноль в блоге. Ай-яй. Зато закончила. Хорошо. Так. Теперь у нас еще осталось несколько человек. Сверху. Оля Валеева. Работа Олей. Куратор. Инесса, как мама, заботливо закачала. Поддержка – это круто. Так. Дром, 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 драм. дрон 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 недоделанный интернет-магазин получает оценку 4 ладно с плюсом можно поставить так оля валеева артур валеев оля валеева так вот потом финансист грузится грузится но родстер тачку больше делать тут композиции надо чуть поработать будет круто иконки эти в контуре нельзя блок норм горизонт завален фактоиды принципе нормально они не слишком сильно спорят здесь с этим заголовком блока да нормально только длинные тире нужно вставлять на предыдущей строке значит здесь концептуально понятно по качеству сейчас посмотрим ну качество как бы так себе но и ладно не критично пока что тоже не доделана работа но она получает 4 с плюсом так финансист свободная верстка осталось ничего особо не поменялось вот левый правый края ну вот это вот только мне вообще не нравится ладно можно поставить 5 минусом в общем фоне закурсачить здесь мне нужны экраны плоские не могу понять видно не видно но если даже например не видно я за это тогда снимаю балл допустим получается 5 минусом а в остальном все вроде круто 5 минусом андроид нету 4 работы ну ладно неплохо дальше александр тайбан или тайбан так вот все работы раз два три четыре пять шесть семь окей так неплохо в принципе главный экран вот в этом углу перегруз такой есть пройти то есть драйв можно кнопку сделать где то наверно в левом нижнем углу тачка но более-менее экстерьер да здорово даже вроде угадал ну нет наверно чуть чуть не угадал по углу эллипс у тебя более развернут да тачка чуть больше завалена туда поэтому эллипс должен быть здесь меньше развертки и здесь отравить нужно вот выноски норм здесь да норм с цветом попал здесь отступ справа должен быть больше ээээ да нормально ну я не догрузилась не знаю пока что это работа на 5 с минусом если ничего не поменяется здесь балом работа грузись этот блок в принципе да окей только здесь надо блок больше ой отступ больше сделать здесь скучно ну окей ладно пять с минусом так главный лого так себе разрядки нет с отступами не важно здесь раздробленная композиция здесь вверх не видно границы тень неаккуратная о прям под углом все развернул мечта перфекциониста зачем жирным делать непонятно рамка откуда взялась такая с отступами проблемы бурал в него не и тоже куча элементов которые можно упростить всякие рамки разделители так здесь мы с такой плотненько очень все четверка размер такой мелко-мелко не видно мелко-мелко-мелко 4 с плюсом недвижка так вот тогда купит дом ok лодер там сразу пушат меня регистрации ладно допустим я зарегистрировался неудобно расположена вверху надо делать внизу под палец окей вот это слайдер не ну вообще идея конечно зачет но только я рекомендую тебе сделать все таки вот эти заголовки читабельными то есть на на изображение сделаешь их горизонтальными тогда нормально будет это единственный минус но эксперимент здесь очень будет сложно попадать пальцем минус это вот вот да тоже классная мысль ну та же самая но лучшая реализация так вот это контраст здесь слабый кнопка маленькая кнопка маленькая на две части развалилась что это тоже не чекбоксы как будто до чекбокса рамкой показать четыре с плюсом так и курсач да я так понимаю тени не убрал в логотипе неаккуратно окей запись онлайн ладно пусть будет виду услуг развалился блок полностью хотя иконки в одном стиле потом вот это интересный блок заголовок нужно по центру делать стиле oriental гравюра здесь короче нужно сделать одну доминанту у вас в блоке не может быть две доминант как сейчас да они как бы одинаково притягивают на себе внимание поэтому получается сложно и внутрильняж еще слишком большой получился и расческа получилось тоже неаккуратно и я лучше разнес как друг от друга заголовки отзывы да нормально аккуратно цены на услуги нужно ездить лево право лево право пробел перед рублем должен быть лучше разделить этот блок на две части ну и тег и качество это у нас четыре с плюсом работа так окей дальше заводская поле так и золиной группы смотрим корсовая android два раза открыл айос промо интернет магазин по крайней мере лучше чем было но это тройка так а здесь у нас чё вот прикольно вот хорошо подобранное фото черное на черном это прям норм только кнопка подкачало мало места внутри шрифт жесть центральная жесть расческа заголовков нет короче типографика и вообще полная проблема другой стиль кнопки у нас пошел здесь тоже жестяк плане конфликт у иерархии фактой да сильнее чем заголовок здесь расчески интернет маленький шрифт жесткий ну по крайней мере до конца доделала есть у тебя проблеск главный экран работа на на 3 с плюсом зачем вот так вот такую предысторию делать но в смысле можно сразу показать 4 экрана и будет нормально как но в плохом качестве сохранила экраны грязные тени и отступы здесь никак не так много косяков как в предыдущих работах а здесь непонятно к чему относится да вот это вот только верхней квартире только нижней квартире у нас четыре с минусом ну да жизнь надо научиться шрифты подбирать сохранять превьюшки хорошем качестве тут прям мелко не контрастно непонятно что является важным что второстепенным это тройка композиция непонятные элементы слайда слайдера скруглить до конца непонятно непонятно растянутая мелко до тройка ну как то так вот слабо в итоге прям вот по xp мало ну да не въехала и мало делала вот и получилось грустно на выходе ну ладно поздравляю с окончанием так илья крюков так интернет-магазин так что-то много обещающие да косяков много так слишком много кеглей смотри раз два три четыре пять шесть это уже перебор должно быть максимум четыре максимум пять основной заголовок который дескрип потом заголовок блока потом подзаголовок внутри блока потом наборной и чуть-чуть может от него отличаться этот технические надписи типа на кнопках в меню и так далее а тут еще короче парочка появилась с так здесь проблема здесь проблема стройка с плюсом троечники пошли в конце ладно это неплохо на самом деле вы продолжаете делать может такое быть что просто доходит долго суд до меня долго доходит я вообще тормоз дикий но потом про штангам главное терпение как бы в бизнесе я вообще медленный супер медленный там все мои свечники с которыми я начинал бизнес делать все уже давно зарабатывать около миллиона в месяц радуются а я вообще дикий тормоз поэтому тут главное короче если тебе нравится тогда ну при просто в этом направлении когда-нибудь туда придешь с хорошими результатами вот ну и если тебе это реально нравится тогда скорее всего у тебя будут супер результаты отличный результат вот вот поэтому если дизайн тебе нравится но троечники ребят если вам нравится дизайн не важно какая у вас начальная точка вообще совершенно не важно главное делайте делайте ну ну да ресурсы нужно время нужно внимание нужно вот так так все я сплю так здесь композиция не выровнена смысле по центру здесь мелкая здесь тесно здесь дофига всяких разных рамок слишком здоровые переключатели переключатели не видно контраст слабый но это где-то четверка наверно четверка короче все относительно вопрос скорости наверно только важен китайская стратегия развития даже если ты лютый тормоз но идешь в своем направлении оно тебе нравится как у них есть поговорка сидя на берегу реки жди пока мимо тебя проплывет труп твоего врага вот примерно так так неаккуратно логотип жирный почему здесь непонятно ничего не поменялось с того момента как я комментировал в прошлый раз мне кажется что это четыре сми четыре четыре четверка все значит все так ну поздравляю с окончанием надо же как-то подбодрить дарья к вон так не оценивал поехали оценивать мне кажется сегодня я просто мега интересный собеседник в кавычках так надпись потерялась такая черная на сером нужно это такой компромиссный вариант получился нужно либо черное на белом четко либо белое на темном когда можно затенить и получить прям нормальный экранчик сейчас ну как-то хочется доработать как будто вот ну так вот называется костыль операция костыль так ну и ладно да пересилили вот этот блок меня прям вообще в кайф вкатывает вот это тоже хороший блок это тоже неплохой блок это 360 ну хотя бы тут как-то элемент навигации добавить по функциональному чтобы было вот это да классный фото огонь да прикольно 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 письмо смотри и не скатываясь вообще ни в какие компромиссы за это можно поставить ну 5 с большим минусом ну ладно ну ладно что там я ставил 5 с минусом погранично так получилось я хочу чтобы ты доделала хмб круто 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 иерархию порушила ай-яй-яй-яй так это я видел уже такое ну ладно по крайней мере это органично смотрится и на самом деле да разные кегли вот здесь органично смотрится прикольно о да вынесла теги спасибо да аккуратненько да ну да это пятерка прикольно хорошая работа так о китайский помню помню огонь хорошо я бы увеличил контраст вот этой вот фотографии и сделал бы белый фон потому что серый на белом смотрится ну не очень контрастно хорошо 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 интересно работа да вот но есть кое-какие недочет на это несущественно это пятерка так сюда кусач так ios типа параллокс так ничего не расслабится и не грузится и не рис сайзится так еще один дублик как там еще часть есть line зато работ неплохие там еще кто-нибудь есть богданова оля ну а сразу о такую пресса сделала круто давай посмотрим да мелковатые кегли тут да мелковатые теги тоже маленько да ну да классно презентация классная тут только по кеглям маленькая с него был небольшой минус поставлю 5 минусом в итоге вообще хорошая работа так android нет ну ладно четыре работы в сумме до школ нас классно поработала у нее прям экспы дофига 40 830 теперь я же когда ставлю оценки там xp пересчитывается добавляются баллы я еще поставлю сюда как бы те работы которые вы по факту сделали еще вам начисляться баллов вообще вы должны были заполнять вот эту таблицу вот эту часть таблицы по ходу когда вы сделали работу ну то есть что вы как бы сделали но я считаю что сейчас в принципе в этом нет необходимости оценка появляется и факт работа тоже есть я проставлю раз такое дело так оля богданова да не знаю так контраст слабый шрифт странный визуал скучный флегматичный контраст слабый 4 с минусом ой ладно что-то я жестко 4 богданова оля на 3 с плюсом оценил прошлый раз что-то поменялось в принципе аккуратно но не доделано маленько большой отступ синий здесь будут проблемы если будут другие фотографии непонятная композиция здесь нормально выглядит как прототип акцент можно добавить здесь с интерлиняжем я 1 9 млнр это читается прям плохо четверка так макбук игр и шапка плохо не читается не в равновешенной композиции позиция интер линей аж маленький весь вроде как структуру заставил за акцент и не на том здесь почему-то крупнее здесь мельче и много кеглей до четыре с минусом так дальше хоть 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 нормально приятно не самая удачная шрифт на самом деле на с посмотрю насколько она такая сжатая по отношению к слишком такой сильный контраст здесь удачно ну конечно если я уменьшу тогда там будет мелко все обычно здесь под пальчик не подходит но тем не менее эта работа мне кажется лучше чем предыдущие в итоге нет на тянет на 4 с плюсом бх меню отлепить лога отлепить шрифта для акциденция кегли унифицировать 5 штук их должно быть максимум по всему сайту здесь фактоиды конфликтуют заголовка здесь заголовка нет отзывы перенос тире четверка так ну хорошо что дошла до конца это прям норм ну и пожалуй все да у нас по этой группе подводим итог дима зернов не тестован юлия новикова не аттестовано так на лена т.п. не аттестовано и все так дальше смотрим что там у нас по мастер-группе мастер-группу попадают ребята у которых оценки в оценках три пятерки любого вида пять с минусом пять пять с плюсом так и потом я еще раз пройдусь и скажу кто в джуниоры добавляется это я чуть позже скажу сейчас полноправные добавляются в мг в биржу так работу ксению меня просит посмотреть сейчас минуту тогда отвлекусь и посмотрю ксения у нас одна была ловизнина сейчас найдем в сфер в сфер четного добавилась в сфер 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 чего сложно чего это и чего я поставил ну 4 с плюсом остается оценка так подводим итоги так то у нас мастер-групп попадает павел демченко уверенно и беру тоже трам-там-там так дальше смотрим алексей скилов попадает мастер-группу молодец дарья квон проходит уверенную мастер-группу умница и так ксения гунина проходит мастер-группу и в биржу тоже умница настя джимагулова проходит умница так это у нас полноправный тепло получает доступ в биржу я сейчас еще скажу кто у нас джуниорами что джуниор это человек который тоже попадает мастер-группу моего потом не исключаем мы из мастера группы но он не попадает в биржу критерии одна пятерка любого вида и две четверки с плюсом как минимум вот если есть желание тогда улучшайте работу присылайте мне в течение двух месяцев я вас добавляю в биржу если вы будете удовлетворять критерию полноправного участика мастер-группа то есть получить три пятерки любого вида ну поехали так максим кунов проходит мастер-группу джуниором круто молодец поздравляют так дальше маргарита пшеничного проходит джуниором умница потом диана калядова проходит джуниором мастер-группу умничка ну очень недалеко очень недалеко до до полноправного участия в мастер-группе потом так идем дальше александр проходит мастер-группу джуниором настя самарина проходит джуниором мастер-группу артур валеев проходит джуниором мастер-группу так оля валеева тоже проходит джуниором мастер-группу Катя Сливанович проходит джуниором умница так и все ну получается у нас в мастер-группу всего прошло 13 человек 13 полноправных участников и тех, кто в биржу 5 Всего участников 22 Похоже результат, чем в группе Алексея Белицкого Но тоже, в принципе, неплохой Но в целом результат этого курса хуже, чем предыдущие два Даже не знаю, почему лето Тяжело работать, когда все отдыхают Ну, летний курс, на самом деле, да У нас по количеству такой спад идет И по качеству спад идет Народ больше как-то хочет гулять И начинается сопротивление в разных формах Вот Ну, ничего Я считаю, что вы допилите это все А, сейчас еще Так, статистика достижения Я сейчас посчитаю, сколько у нас в итоге получилось пятерок Пятерок у нас в итоге получилось 23 Из общего количества работ 30 Да Все ли у меня правильно посчиталось? Походу нет Четверка с минусом я ставил Тройки я тоже ставил Ладно, это я в общем еще подсчитывать буду Но это общая статистика Она на вас совершенно никак не влияет Да, и по опыту А вот по опыту уже влияет Да, потому что тут за эти оценки Опыт должен быть Должен быть В общем, я сейчас зафиксил после вебинара В общем, все Я вас поздравляю с окончанием интенсива Вы хорошо отфигарили Вы заслужили отдых Обязательно устройте себе отдых Я считаю, что вам хочется Вам хочется Вам Все Я считаю, что вам необходим отдых В течение одной недели как минимум Для того, чтобы восстановить свои силы И просто не думать вообще ни о чем Особенно в веб-дизайне Потому что полезно мозги свои переключать Так Антон, хочу пятерку без минусов Потом разберемся Задания, которые я хочу, чтобы вы сделали Я их писал уже в предыдущей группе Вот это Чипык Это вам А именно Вам нужно Написать отзыв Отзыв полезно написать в качестве рефлексии Подвести итог того, что с вами произошло На этом курсе Я хочу увидеть Развернутый отзыв То есть Оцените все плюсы и минусы Этого курса Скажите, что вам реально помогло Что еще мы Мы должны улучшить По вашему мнению Принимаем абсолютно все комментарии Вот Если считаете, что курс хороший Пишите, что курс хороший Если считаете, что курс говно Пишите, что говно Вот Я прошу прощения за ненормативную лексику Я считаю то, что тренеры и кураторы очень круто для вас постарались И сами вы тоже очень здорово поработали Это раз Написать отзыв Второе Дальше Те, кто прошел мастер-группу полноправно Или джуниором Напишите Елизавете мамочкой Вот ее профиль Она добавит вас в основное сообщество мастер-группы Те, кто прошел в биржу Напишите Или они пшеничные Там размещаются заказы Их там можно брать Вот А этот срочный заказ Кстати, можно в биржу закинуть Ну На этом все Я сейчас потихоньку начну вас добавлять в мастер-группу, в чат Если есть какие-то вопросы, пишите Спасибо за внимание Я отключаюсь в трансляции Но я на связи с вами еще пока что в чате Все, всем пока Всех поздравляю А, еще один момент У меня есть много подарков Но для того, чтобы мне анонсировать эти подарки Мне нужно посчитать точную статистику Которая у меня сейчас чуть неправильная В таблице Значит, у нас будет Пять мест Короче, награждены пять участников Первые пять мест по рейтингу В таблице гимнификации И я еще хочу подарить подарочки Трем лучшим кураторам Чьи команды получили лучший результат По среднему баллу участника Вот Анонс будет чуть позже на неделе То есть, ну, на следующей неделе Сегодня воскресенье Ждите И наслаждайтесь отдыхом Все, всем пока Всем спасибо Субтитры сделал DimaTorzok